Бешенство – острое вирусное заболевание, которое поражает нервную систему. Болеют чаще всего люди, животные и птицы. Из домашних часто переносчиками являются кошки и собаки, из диких – лисы и волки. В Рассказовском районе зафиксировано уже шесть случаев заболевания. Поэтому сейчас владельцам необходимо вакцинировать всех домашних животных. Пес Рич живет по соседству с ветеринарной лабораторией. Ему одному из первых, как говорится, по-соседски сделали прививку от бешенства. Хотя сюда, в Платоновскую ветеринарную лабораторию, как правило, поступают уже заболевшие животные, либо падшие. Именно тут устанавливают, из-за чего они погибли. Берут анализы и просматривают с помощью световой микроскопии. Затем отправляют результаты в Тамбов. Если анализ, к примеру, на бешенство не подтвердился, то тогда в лаборатории делают биопробу. То есть заражают или белых мышек, или морских свинок вирусом. Вот заражаем вот сюда, между, за ушами, ближе к мозгу, чтобы. Или вот, и три мыша заражаем вот в кончик носа, в кубок. В течение месяца за ними наблюдают. Первые признаки заболевания, как правило, проявляются через 7-10 дней. Если болезнь не проявилась, то животное выживает. В случае же гибели проводится кремация. Трупы животных, погибших от бешенства, не выдают хозяевам. Их сжигают в печи. Бешенство – неизлечимая заразная болезнь. Протекает в двух формах – буйной и тихой. В районе на сегодняшний день уже зарегистрировано 6 случаев. В нашей местности распространителем инфекции являются лисы и мыши. Поэтому прививать следует не только собак, коров, коз и даже кошек. Единственное спасение – это защита вакцинации. Дважды проводим вакцинацию покосных животных, и животные остаются живыми. А профилактическая вакцинация проходит ежегодно, в течение года. Вакцин у нас в достаточном количестве. Когда не хватает, мы сами выезжаем на биофабрику, привыкаем за счет своих средств. Вакцинируют собак и кошек бесплатно. Сейчас привезено около 3000 вакцин. Обо всех случаях, контактирование с лисами, об укусах или в случае внезапной смерти домашнего питомца, необходимо сообщать в ветстанцию. Передается инфекция через укус, но также возможно заражение при попадании слюны на поврежденную кожу. Болезнь очень опасная. Болеют не только животные, но и человек. Когда животное покусал человек, мы находим его на карантине 10 дней. То есть, если клиника не проявляется, значит человек отменяет просто инъекции потом. Но может быть и течение более позднее, через 2-3 месяца и полгода может быть проявиться клиника у животного. Поэтому здесь мы работаем в контакте с медициной. Информация идет обоюдно от них и от нас. Сейчас выезжаем в очаги, где была вспышка и контакт с диким животным или с собакой. Выясняем все подробности. Для того, чтобы не допустить падежа и животных, и человека гибели. Бешенство распространено практически на всех континентах. Нет его только в Австралии и Антарктиде. У нас в России и непосредственно в самом Черноземье сейчас идут единичные случаи этого заболевания. Поэтому ветеринарные службы бьют тревогу и напоминают всем владельцам о том, что необходимо ежегодно прививать от бешенства своего любимца. Наталья Киселева, Алексей Шаповалов. Новости этого рассказа.